здравствуйте дорогие друзья сегодня речь пойдет на предмет того что же такое история та история которую мы знаем еще со школы официальная история уверен что каждый из нас понимает что не стоит смотреть на исторические события как на давно минувшие и не имеющие своей важности якобы из-за срока давности всякое событие не может пройти без его влияния на будущее а вот упразднить понимание ценности истории сделать его неважным это на руку врагам нашего народа и уж точно не для и не ради самого народа для многих давно не секрет что официальная история это обман вложенный в другой обман вот и давайте попробуем посчитать сколько же матрешек вложенных одна в другую имеет наша официальная история и тут не нужно иметь семи пядей во лбу чтобы понять что существует различие между определениями слов прошлое и история причем различие это кардинальное прошлое это сами события которые были а история это объяснение этих событий выстроены в некую последовательность проще говоря версия и хронологии как по мнению кого-то это могло быть например кто из вас в детстве не слушал страшные истории вечером у костра причем одни и те же истории в разное время в исполнении разных рассказчиков звучали по-разному и порой даже несли совершенно разный смысл когда рассказывает один становилось жутко а когда то же самое рассказывал другой было смешно кстати как мне часто пишут в комментариях само слово история якобы происходит от слова тора то есть что-то взятое из торы и подразумевается что это чуждая нам религиозная книга на это хочу заметить что само слово тора славянского происхождения и не имеет себе никакого негативного смысла однако ассоциации истории с чем-то взятым из торы это один способов манипуляции этой самой историей и нашим мнением о ней но основные манипуляции официальной истории основываются на шести столпах 1 старинные карты 2 летописи 3 книги 4 скульптуры таблички фрески и так далее 5 монеты 6 религия именно на этом и построена вся официальная история любой страны именно эти ключевые узлы истории интерпретируются академической наукой как истины в последней инстанции ну что если я скажу вам что это все фальшивки на чем тогда строить официальную историю так давайте же разберем каждый пункт по порядку начнем со старинных карт в последнее время в архивах и частных коллекциях все чаще встречаются так называемые старинные карты причем эти карты на самом деле выглядят порой очень ветхими но знаете ли вы друзья мои что такие старинные карты имеют огромную цену в интернете и на аукционах цену в прямом денежном понимании эти карты очень дорого стоят но раз за них спрашивают такие цены значит их кто-то покупает а раз есть спрос значит будет и предложение так как это закон рынка например вбейте в любом поисковике словосочетание изготовления старинных карт вы наверняка удивитесь и делается это не только ради продаж на аукционах вбрасывая в публичное пространство различные якобы старинные карты которые якобы случайно найдены в неких частных архивах создается так называемая претензия на территорию про эту претензию я уже часто упоминал фильмах но это реально проблема буквально бомба замедленного действия для нашего будущего поэтому вынужден повторять вновь и вновь самый простой пример озеро джека лондона в магаданской области она всегда именовалась студеном однако с недавних пор стала называться по имени американского писателя и даже так кстати нашлись якобы старинные карты а все потому что существуют фирмы которые за ваши деньги нарисуют вам любую карту например в германии в городе ульм работает целый институт по созданию таких карт там вам нарисую старинную карту хоть средиземья хоть вестероса хоть марсианских владений причем с личными подписями печатями александра македонского петра первого джона кеннеди гарри поттера фродо гендальфа и джона сноу одновременно и это будет реально старинная карта на древнем папирусе или старой бумаги и даже экспертиза покажет что возраст карты очень солидный друзья как вы поняли такой артефакт как старинная карта для современных политиканов это всего лишь инструмент достижения своих целей и не более того я вовсе не говорил что абсолютно все старинные карты являются поделкой вовсе нет старинные карты конечно нужно учитывать но только как дополнительный материал и ни в коем случае не ставить эти карты во главу угла и уж точно не строить все свои исследования только на них одних следующее летописи вы никогда не обращали внимание на то что архивные документы одного временного периода но в разных регионах порой очень удаленных друг от друга написаны одним почерком естественно кому придет в голову сравнивать между собой документы городов где графически удаленных друг от друга главное чтобы в хронологии самого города почерк этих документах был разный естественно тут можно сказать все летописи в один временной период писал один летописи а потом летописи просто развезли по городам собственно так и есть следующее книги все мы привыкли видеть книгу виде стопки листов бумаги одного размера скрепленных у одного края для чтения это на самом деле очень удобный вариант создания книги также это очень удобно для изготовления книги печатным способом для печати книг а затем сшивание листов самым технологически простым и эффективным форматом а значит самым дешевым является современный вид книг нет никаких причин делать рукописные книги в виде стопки листов современном формате книг писать рукописную книгу особенно на изгибе ближе к решку очень неудобно те кто пользовался толстыми блокнотами или общими тетрадями и писал возле корешка прекрасно знает что как ни стараясь она аккуратно не получится и даже почерк в этом месте будет плясать но если мы внимательно посмотрим на толстые и как нам говорят рукописные книги то мы не увидим никаких отклонений в почерке он ровный на всем протяжении строчки от корешка до края листа при этом если в свое время вы делали шпаргалки для экзаменов то писали их свитком или многократно складывали пополам формат выбирается исходя из целесообразности и современные книги имеют именно такой формат только потому что так удобнее печатать а затем сшивать рукопись в виде рулона или свитка конечно не дает стопроцентной гарантии подлинности но по крайней мере это знание нам позволяет отсеять откровенный фальсификат следующее скульптуры про них сказано уже немало самыми различными исследователями на нашем канале также есть фильм где этот вопрос разбирается если кто не смотрел то ссылка есть в описании а сейчас лишь немного напомню основные тезисы технологии изготовления прекрасных скульптур прошлого разительно отличается от жалкой современной технологии изготовления памятников да можно конечно сказать что в наше время доступны объемные 3d принтеры и фрезеры которые позволяют делать шедевры в кавычках но эти шедевры выполняются в единичном исполнении и по качеству все еще далеки от шедевров прошлого а старинных скульптур бесчисленное множество и следовательно либо в прошлом было больше 3d станков либо был другой неизвестный нам высокотехнологичный способ изготовления статуй при этом обратите внимание во что одеты персонажи всех старинных статуй сандалии легкие платья и туники а ездят на клесницах нет ни одной старинной скульптуры где персонаж был бы в шобби шапки на лыжах и перемещался в санях это замечание к теме смены климата про смену климата у нас на канале есть два отдельных фильма там все эти моменты разбираются более подробно сейчас не будем повторяться следующее монеты также очень неоднозначная тема здесь много различных версий как говорится у каждого исследователя она своя однако хочу заметить что благодаря школьному образованию многими монеты считаются неоспоримым фактом при этом монеты очень просты в изготовлении про монеты у нас на канале есть отдельный фильм и в нем излагается наша точка зрения которая если в двух словах заключается в том что большинство монет это подделки 19 20 веков более того эти подделки продолжают клепать до сих пор ну и наконец религия тут также не все однозначно как может показаться на первый взгляд с одной стороны библия тора и коран это выдумка или откровение кому как угодно с другой стороны большинство событий описанных священных писаниях происходили на самом деле только в другое время в другом месте и при других обстоятельствах если кому интересна взаимосвязь событий в библии торе коране и в официальной истории могу предложить вашему вниманию фильм параллели истории в нем подробно разбирается этот и многие другие вопросы но по факту религии имеют под собой реальную основу хоть и измененную до неузнаваемости таким образом в чистом остатке мы получаем то что вся официальная история от начала и до конца основана на сомнительных тезисах и по сути своей это всего лишь версия того как по чьему-то мнению могли бы развиваться события и по чьему-то желанию мы должны думать что происходило именно так и никак иначе именно поэтому замалчивается любая информация подталкивающая к рассуждению и убирается вся информация которая может породить неугодные вопросы в действующим политиканам самый наглядный пример раскопки на крестовозвиженской площади города тула то что это место массового захоронения жертв чудовищной катастрофы прошлого мы уже говорили много раз показывая результаты экспертиз и обзоры раскопок и по раскопкам и по результатам экспертизы останков на нашем канале есть фильмы кому интересно ссылки находятся в описании однако вместо памятника погибшим или элементарной мемориальной таблички власти города на этом месте поставили фонтан и организовали зону отдыха то есть закопал и забыл как говорится думайте сами решайте сами разобраться событиях прошлого невозможно без понимания их хронологии так как у официальных историков кроме нормандской хронологии нет никакой иной то давайте с нее и начнем петр первый одним из первых своих указов вел в россии юлианский календарь тут в качестве примера можно вспомнить китай в котором есть свое летосчисление но они успешно пользуются обоими календарями а в международных делах только мировым тогда возникает вопрос а какова была необходимость такого однозначного перехода причем не на грегорианский она юлианский который даже в европе в то время уже устарел почему не использовать оба как в китае если уж на то пошло про календари иного летосчисления я уже говорил много раз но позвольте еще раз буквально двух словах напомнить петр первый вел именно юлианский календарь и повелел считать следующий год 1700 им от рождества христова он перенес встречу нового года сентября на 1 января но здесь возникает следующий вопрос а на тот момент какой год шел по тогдашнему летосчислению официальная наука этого в принципе не скрывает и отвечает 7208 лета то есть сейчас по календарю который отменил петр первый 7529 лета летом тогда и называли год факт путешествия петра первого времени преподается даже в школе однако многие этот момент просто забывают на то собственно и был расчет поэтому сейчас всплывает очень много документов имеющих датировку в 1520 1470 года и так далее и тому подобное так как те люди которые до сих пор пишут истории подходят к своей работе спустя рукава и надеются что никто ничего не станет сопоставлять но смены летосчисления это самая первая матрешка внутри нее лежит другая еще более интересная давайте задумаемся числе 7529 лет сегодня принято считать что самые древние цивилизации известны на данный момент это китайская и шумерская насчитывающие 5 и 6 тысяч лет соответственно кстати шумерская цивилизация была открыта в середине 19 века но это так к слову давайте сравним цифры 5000 лет 6000 лет и семь с половиной тысяч лет и получается что наше летоисчисление на полторы тысячи лет древнее самой древней цивилизации известны на планете земля ну как так то ведь официальная история славян берет свое начало только восьмом девятом веках когда славяне якобы не имеющие своей государственности якобы вылезшие землянок начали кое-как формироваться в какие-то поселения и обретать какую-то государственность тут встает закономерный вопрос а как же жили то эти бедные славяне на протяжении пяти тысяч лет от начала лет исчисления и ведь не только жили а эти времена были описаны ведь для того чтобы просто не запутаться в таком количестве лет необходимо иметь письменность а для этого нужна азбука идут оказывается что древний славянский календарь был привязан совершенно конкретным астрономическим датам дням равноденствия солнцестояние и прочим которые наблюдаются и сейчас и это указывает на точность славянского календаря даже по сей день получается менять календарь в связи с его якобы несовершенством необходимости просто не было и получается что наши далекие предки имели письменность и астрономию задолго до того как их в девятом веке облагодетельствовали в кавычках кирилл и мефодий напоминаю одним из первых своих указов царь петр отменил древний календарь со временем память о нем стерлась практически совсем и в результате на сегодняшний день мы знаем массу календарей и китайский новый год встречает и новый год индейцев мая в 2012 году по нему даже апокалипсис ждали но только наличие среди всех этих календарей самого древнейшего славянского календаря упорно игнорируется кто-то скажет что старинный славянский календарь это просто выдумка ибо никаких свидетельств нет но во-первых кто так говорит не хочет замечать очевидного ибо еще в 19 веке во многих документах указывалось две даты по старому и новому календарю и во-вторых если старинного славянского календаря никогда не существовало то мы имеем очередной вброс и фальсификат от официалов по масштабам не меньше чем афера с монетами что собственно и неудивительно так или иначе но наличие на руси двух календарей это огромная ошибка которую допустили фальсификаторы реального прошлого я призываю вас друзья уцепиться за этот момент и выжить из него все что только можно ведь получается что петр первый просто так вычеркнул пять с половиной тысяч лет из истории нашего народа это событие означает одно из двух либо он его окружение были умственно неполноценны поскольку любой правитель и народ считают за счастье иметь древнюю историю и тем самым повышать значимость своего народа и своего государства либо это было сделано намеренно для того чтобы стереть память о древних событиях в истории славян очевидно же что не первое поэтому и пришлось менять древний славянский календарь на юлианский при этом европе на которую якобы ориентировался царь пётр при смене календаря уже тогда использовался более точный григорианский календарь повторюсь древний славянский календарь был привязан к совершенно конкретным астрономическим датам и был довольно точным поэтому менять календарь в связи с его якобы несовершенством необходимости просто не было именно так народ лишается своего самосознания прошлого и вместе с тем по определению и будущего именно таким образом осуществляется скрытый геноцид славянского народа и тот факт что мы сегодня практически ничего не знаем о событиях 7 с половиной тысячелетней хронологии говорит о чудовищной цензуре которые подвергли нашу древнейшую историю при этом хочу особо подчеркнуть что на западе историю хранят ибо это подчеркивает древность западной цивилизации а у нас сносят или закапывают обратно ибо западными партнерами в кавычках для наших официальных историков дана четкая установка у славян ничего древнего нет и быть не может все сказанное в этом фильме настолько просто и понятно и очевидно что большинство на это просто не обращают внимание воспринимая как должное уверен что будет масса комментариев что типа это все старо и зачем повторяться но повторять все это нужно чтобы каждый человек понял что та история которую мы знаем со школы это всего лишь версия трактовка придуманная в угоду политическому моменту того времени не больше не меньше кто-то придумал именно такую трактовку событий кто-то ее утвердил повелев считать истиной в последней инстанции друзья скоро мы представим вашему вниманию свою трактовку событий прошлого а уж что считать истиной вы решите сами на этом я с вами не прощаюсь уже скоро будет продолжение темы и ответы на большинство вопросов благодарю вас за то что досмотрели до конца всего вам доброго до скорых встреч